С вами Тед Ма и около криминальной новости Великобритании. 28 июля, Лондон. Полиция задержала еще одного последователя Блейда за ношение холодного оружия. Видимо, эти мачете-катане становятся очень популярными среди тех, кому не терпится посидеть где-то еще, кроме туалета и автобусного сидения. 29 июля, Айлворд. Мужчина, мало похожий на дровосека, использовал топор в качестве аргумента в споре на дороге. Против мужчины, мало похожего на дерево. 30 июля, Брайтон. 54-летний Стив Букет осужден за 16 нападений на котиков, 9 из которых в итоге скончались. Эта тварь убивала котиков, а ведь все любят котиков. Пожелаем же Стиву, чтобы его тюремная жизнь была насыщена как стульями с пиками точенными, так и с буями мочеными. 30 июля, Лондон. Предполагаемый виновник ДТП выхватил отрезвляющих лещей от предполагаемого пострадавшего. Предыстория неизвестна, но отчетливо слышно, как здоровяк требует денег сейчас, а виновник пытается что-то возразить. Но лыка не вяжется, возможно замешан алкоголь. 31 июля, Лондон. В ночной, предположительно пьяной потасовке, житель Лондона использовал велосипед как весомый аргумент в споре. Учитывая, что это видео из Лондона, было приятно увидеть драку без применения мачете. 1 августа, Стаффоршир. Полицейская погоня закончилась двумя смертями. В результате смертельной гонки машине снесло крышу. Впрочем, возможно не только машине. 1 августа, Лондон. Хатунтаж. Христианская активистка вернулась на уголок ораторов спустя неделю после нападения на нее с ножом. Несмотря на пережитые события, она вернулась в своей майке от французского сатирического журнала Чарли Хепду. Этот журнал знаменит своими жесткими карикатурами на мусульман. А я хочу порекомендовать вам посмотреть мое видео о уголке ораторов. Там я рассказал историю этого места, показал ораторов и взял интервью у интересного англичанина. Ссылочки будут в описании. 1 августа, Лондон. В Стратфорде неизвестный взобрался по фасаду на крышу 117-метрового здания Stratosphere Tower. Сумочка на поясе, характерная для скалолазов, они в ней хранят мел, говорит о том, что это был запланированный перформанс. Восхождение было произведено без страховки, за исключением его стальных яиц. 3 августа, Манчестер. Очередное нападение с Мачете. Сначала парни в черном, и я не о цвете кожи, напали на парня в сером. После чего парень в сером погнался за парнями в черном и выпросил себе еще несколько порций Мачете. На проходящей в данный момент Олимпиаде по ножевому смертоубийству среди районов Лондона лидирует Гринвич с 8 убийствами. Следом идет Бренд с семью. Третье же место разделили 5 районов, у них у каждого по 5 насечек. А на сегодня у меня все. Олег, вам слово. Продолжение следует.